Несколько месяцев назад сын Натальи Царёвой ушёл на СВО. С тех пор женщина вплотную занялась гуманитарной помощью для солдат. Вместе с единомышленниками на линию фронта отправляют продукты, средства гигиены и предметы полевого быта. Вот сейчас у нас опять в школе началась акция по сбору помощи, такой вот рядом с нами госпиталь, тем ребятам, которые получили ранения в ходе этой операции военной. В этой ситуации, уверена Наталья Царёва, военным особенно необходима и моральная поддержка. Чтобы солдаты помнили о том, что их ждут дома и ценят ежедневный подвиг на благо страны, в Химках решили увековечить память героев и установить мемориал, посвященный участникам специальной военной операции. Ждём, конечно, как и все, это не одна же, я жду своего сына. Я думаю, что это среди нас тоже есть, у кого племянник воюет, у кого может быть брат воюет, у кого может быть муж. Поэтому, соответственно, все мы ждём, что они вернутся живыми и здоровыми. В рамках региональной недели вопрос об установке памятника солдатам СВО обсудили и на встрече с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной. Но этот раз у нас идут особые встречи. У нас впереди большая программа выбора президента. Это очень важно. Следующая у нас идёт встреча с участниками СВО, с их родственниками, чем мы можем помочь. Памятник в честь героев специальной военной операции решили установить на Аллее Славы. В поддержку установки данного мемориала мы собрали подписи. Все у нас активно принимают в этом участие. И, как показывают встречи, действительно отзыв и отклик идёт от всех очень положительный. Каким будет мемориал, решат чуть позже. Его макет также согласуют с жителями, ведь раз это общая инициатива, значит каждый должен вложить в неё частичку своей души. Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.